Как сказал классик, поэзия – это музыка слов. Один из таких композиторов, придающих красивое звучание словам, Светлана Ковалевская. В свой юбилейный день рождения она решила отметить творческой встречей с друзьями и поклонниками поэзии. Как говорит Светлана Ковалевская, творческий вечер с символичным названием «Наедине со всеми» она решила организовать не потому, что встретила свой 65-й день рождения. Просто в душе накопилось много того, чем хотелось бы поделиться. Должна душа присутствовать, все равно, если даже это не вдохновение, его начинаешь искать и находишь в каких-то переживаниях, воспоминаниях, в текущих чувствах, каких-то событиях. Потом жизнь же идет кругом, она такая интересная, разнообразная. Это все хочется воплотить в творчестве. Я напитаюсь чудными стихами эпохи лучшей, прошлой, золотой, в которой все алмазно и блаженно, и замирает в истомленной мгле. На сегодняшний день у поэтессы уже три изданных сборника стихов. Как говорят коллеги по цеху и любители поэтического творчества, стихи настоящие и глубокие. Она сравнительно недавно начала писать стихи, но быстро прогрессирует. Лучшие, лучшие у нее стихи получаются. Хорошие стихи. Со Светланой мы знакомы давно. Она меня приглашала тоже на свои вечера. Сам уже пишу тоже, вот 8,5 лет как-то сам пишу. Для меня это громадную роль играет. Я будто мир по-новому увидел. Поэзия – это жизнь, это красота. Она всегда будет. Светлану Михайловну я лично знаю мало, но дело в том, что мой сын читает ее стихи на конкурсах. Мне очень нравится выражение в этих стихах, то есть как Светлана Михайловна проявляет красоту природы или тему, на которую идет стих. То есть мне этим нравятся ее стихи. Светлана Ковалевская – сотрудник библиотеки, где проходят встречи поэтического клуба «Астрея». Сегодня она руководитель этого клуба, а начиналось все в 2009 году. Светлана решила написать первое стихотворение, выполнить так называемое клубное домашнее задание, рассказать историю о несчастной любви утюга, влюбленного в цветочную вазу. Но не сошлись с пути. Судьба горька. Любимая не слышит комплименты. Его жена – гладильная доска, и хвост обмотан синей изолентой. Как говорит сама Светлана Михайловна, она не поэт, к которому приходят музы свыше. Считает себя ремесленником, но без этого ремесла не представляет свою жизнь. И душу распахну для завихрений родных, чужих, неведомых стихий. И осознаю то, что я не гений, но все же напишу свои стихи. АПЛОДИСМЕНТЫ